Я опять нахожусь в представительнице прекрасного пола. Евгения, в роли кого вы сегодня принимали участие на выставке и какие вопросы вы обсуждали? Я сегодня была приглашена на панельную дискуссию, посвященную кондитерской продукции. Меня пригласили как представителя производственной компании. Я представляю компанию Кузина. Мы родом из Новосибирска, но сейчас активно развиваемся в Москве. Мы производим свежие торты, выпечку, пирожные и реализуем их в своей собственной сети, одноименной сети кондитерских магазинов Кузина. Какие сейчас тенденции в кондитерском производстве? Как раз сегодня в течение трех часов обсуждали различные тренды в категории кондитерские изделия. Конечно, кондитерские изделия — это не только торты, это и шоколад, и печенье. И большая часть производителей, которые присутствовали на панели дискуссии, это, конечно, были крупные производственные компании, международные, федеральные. И мы одна из немногих, наверное, компаний, особенно региональных, которая занимается производством кондитерской продукции, именно свежей, которая составляет всего полтора процента из всей категории кондитерской продукции как категории. И мы одна из немногих компаний, которая делает это в таком объеме, как делаем мы. Мы сегодня производим около 200 тонн продукции ежемесячно на двух производственных площадках. У нас есть площадка в Новосибирске и в Москве. Поэтому, говоря о трендах, говорили очень много о том, что сейчас гостям хочется больше кастомизации, больше продукта, который настроен под себя индивидуально. Но это связано с новым поколением, который выбирает что-то под свою индивидуальность. Много говорили про омниканальность, про продажу продукта не только в оффлайне, но и онлайн. Говорили о том, что развиваются продажи через платформы различных агрегаторов. Мы знаем по себе, что продажи онлайн через таких агрегаторов, как Яндекс, очень активно растут. И, конечно, регионы это еще не очень сильно затронуло, но это будущее и точка роста для производственных компаний, в том числе таких, как наша. Говорили о трендах продуктовых, например, то, что все больше людей хотят пробовать продукцию с меньшим количеством сахара, с более натуральными ингредиентами. Например, мы видим тренд у себя в структуре продаж. Все больше превалируют торты с большим количеством фруктов, ягод. И люди выбирают этот продукт, потому что они считают это более здоровой едой, более экологичной, более полезной. Ну, это действительно, наверное, так. И, конечно, говорили о том, что… Говорили о разных трендах, которые соприкасаются с модными тенденциями. Это тренды в упаковке, цветовые решения в различные формы в кондитерских изделиях. Конечно, это касается небольшого сегмента кондитерских изделий, скорее конфет. Мы же в кондитерском своем производстве все-таки наблюдаем то, что гостям хочется больше натуральных ингредиентов, нежели они гонятся за формой изделия. Евгения, спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!